Я уже начала варить бульон. На бульоне буду варить суп куриный, не менее мной любимый. Видите, как все бурликает? Огонек у меня небольшой. Как варю бульон, первые вот эти вот все навары я обязательно снимаю ложечкой и выкидываю. В бульон не оставляю. Ну а потом уже у меня потихоньку варится чистый, без вот этих вот жировых таких вот пеночек или как их назвать. Не люблю, когда жир здесь вот такой плавает. Убираю его сразу же. Так, пока у меня доваривается бульон, я его, естественно, посолила. Начинаю чистить картофель, морковь и этот суп куриный. У меня очень-очень любит сын. Просто обожает, поэтому сейчас он с нами здесь и я варю этот суп часто. Меня спрашивали, Светлана, варишь ли ты борщи? Да. Борщи мы очень любим. Варим. Ну а сейчас продолжаем варить суп. Так, ну что, бульон у меня уже сварился, девочки. И я теперь туда помещаю картофель. Картофель я нарезаю всегда пополам. Картофель и еще пополам, ну на четвертинке. И потом вот на такие дулечки. Получается очень симпатично, смотрится в супе. В руки, конечно же, моем. Я залила картофель водой, чтобы он у нас не покраснел, пока я натирала на терке. Морковь, резал лук. Я обязательно делаю с картофелем, потому что вот я знаю, что люди некоторые делают без картофеля. Просто... А, я же не сказала, какой я суп буду готовить. Где я, девочки? Я буду суп готовить с клетками. Я же вам говорила, что у меня любит сын этот суп. С клетками. Суп с клетками. И варю его только тогда, когда сын дома. Так, картофель туда. И делаю сами клетки. Беру любую такую вот тарелку глубокую. Можно салатник. Затем сухую ложку. Так, ложечка. Где-то в ложке, если так вот смотреть, ложки 4, наверное, муки. Но все на глаз. Нет ничего такого, чтобы можно было сто процентов сказать. Не больше четырех ложек и все. Так, затем соль. Соль, опять же, на глаз, как вы любите. Сильно соленая, не сильно соленая. Затем сюда добавляю обязательно зелень. Добавляю всегда сухую. Или сама сушу, или покупаю в Ашане. В этом году у меня ничего не получилось посушить, так как мы переезжали. Еще с собой туда-сюда таскать сушеную зелень. Ну, не знаю. Не стала я сушить. Хотя на даче зелень была хорошая. Так, теперь мою я яйцо. Обязательно мою перед тем, как разбить его. И разбиваю всегда в отдельную посуду. Ну, на всякий случай, вдруг оно порченое. Братшее, правда? Чтобы не испортить тесто любое, которое я делаю. За собой всегда все вытираю. Не люблю, когда что-то крошки или что-то провелось. Так, теперь два яйца полностью. Не желтки, не белки, а полностью два яйца я заливаю вот в это импровизированное тесто. И теперь его обязательно вот так вот хорошенечко растираю. Если получается у меня тесто густое, я могу сюда добавить бульон из супа, который я варю. Потому что у меня там бульон и картофель пока варится. Растираю хорошенечко. Поэтому у меня и получается... Не люблю, когда гремит по столешнице. Поэтому я и растираю, и добавляю туда и соль, и зелень сразу, чтобы вот так вот вместе поженить. Даже сушеная зелень, чтобы она у меня поженилась вместе с тестом. Если я вижу, что мне мало, я добавлю немного еще муки. Уже вот так вот я на глаз примерно вижу. И порастираю еще. Все хорошо перемешиваю. Сделала я тесто. Она получилась у меня густоватая. Теперь я хочу курочку, которую я разобрала на кусочки, в бульон положить. И также туда морковь и лук. Морковь с луком я не стала обжаривать. Пусть они будут такими свеженькими, не обжаристыми. Все перемешаю. Бульон я уже солила. Уже красиво, да? Уже аппетитно. Просто прелесть. Люблю использовать вот такую вот ложку. Прям что-то я залипла насчет такой ложки. Раньше не пользовалась обычными ложками. А как купила деревянную ложку, очень понравилось. И теперь вот такими вот маленькими кусочками, да? На ложечку. И в разные места. Кастрюли не в одну. Все вот в серединочку. Потому что все как раз и будет как клетка одна. Большая. В разные стороны. И желательно поменьше брать. Но у меня муж любит большие клетки. Сын любит большие клетки. Поэтому буду я делать не сильно маленькие. Уже аромат вкусный-вкусный. От бульона, от овощей пошел. И можно этот суп заправить чем угодно. Можно сметаной, можно майонезом. Можно вообще ничем не заправлять. Я, допустим... Так, многовато взяла. Я, допустим, себе в тарелочку только перца кладу черного. А муж с сыном или сметану, или майонез. Из-за моркови не видно. Ничего всплывет, и все будет видно. Варим недолго. Помешиваем. И вот такая вот красота у меня получается. Смотрите. Ой, какой вкусный и ароматный суп, девочки. Сейчас вместе с вами мы будем обедать. Я разолью по супницам. У меня как раз сейчас пришел Александр. Все, мы обедаем. И, конечно же, вместе с вами я хочу вас тоже угостить таким супом. А, девочки, я же вам не показала, какой суп-то получился. Какой-какой? Суп с хлестками. Вот, посмотрите, какая красота. И вот с таким хлебушком. Посмотрите, какая красота. Вот именно такой в Саратове хлеб просто супер. Итак, всем приятного аппетита. Суп с хлестками или с галушками. Вот я забыл хлестки. Муж говорит, это галушки. Я же сметану забыл положить. Со сметаной, да. Но я не люблю со сметаной. Я люблю перчиком. Еще раз. Так называется, в хорошенечко. На сметане не надо экономить. Сметану должно быть много в супе. Вкусно. Сын плохое любить не будет. Дети очень любят различные супы. Особенно наш ребенок. Приятного аппетита. Так, девочки, почему мы решили обед провести вместе с вами? Я за обедом люблю кушать и не разговаривать, но... Я тоже кушать люблю. Во время обеда. Сейчас в Москве раньше на две недели детей отпустили на каникулы из школы. И я так с подругой по телефону разговаривала. У меня подруга живет в Москве, в Одинцовском районе. И она говорит, Светлана, дали нам каникулы раньше на две недели. И я говорю, и хорошо ли это? Она говорит, да! Я говорю, почему? Уроки не надо делать. Нет, не поэтому. Она взяла быстренько билет, путевку в Турцию. Я говорю, а ты не боишься? Вообще в Москве сейчас масочный режим, но и у нас в Саратове тоже масочный режим ввели. И опять начинается более строго в магазинах. Если раньше мы могли маски приспустить, да, так с халявить малость, то сейчас охранники следят за тем, чтобы маски были одеты полностью. В магазине указаться не будут вас обслуживать. Если вы вообще без маски, ну и маску попросят вас купить. На улице пока можно без масок. В автобусах, вот мы сейчас в автобусе ездим, в транспорте. В транспорте тоже делают даже рейды. Проверяют в масках или без. В автобусе я одеваю вот так вот маску, ну как одеваю маску, спускаю ее. Если будут проверять, я ее быстренько раз одела. Дышать невозможно, я с вами согласна, много людей. Но дышать, ехать, ни одну остановку в транспорте и отдыхать в эту маску, и вот то, что я выдохнула, это же вдыхать, это просто невыносимо. У нас еще тепло же на улице, можно сказать, даже жарко. Поэтому я хочу спросить вас, хорошо ли то, что сейчас дали детям каникулы раньше. И не сидят они дома, а они едут с родителями отдыхать в Турцию. Конечно, сейчас спроси детей, дети скажут, что они же хорошо. Светлана Геймин, вы что, разве плохо в Турцию отдыхать? Я полностью согласна в Турции отдыхать, хорошо, я даже как-то завидую. Вот, потому что в этом году мы вообще никуда не поехали. Но, если нельзя в классе собираться детям, да, это опасно, это заболевание, коронавирус, то как же все дети и взрослые соберутся в аэропорту и в самолете, все летят три часа, допустим, а у кого-то кто-то летит, может быть, и дальше, и больше по времени. Не вредно ли это? То есть ты предлагаешь, чтобы все дети сидели дома? Да. Если их отпустили на каникулы сидеть дома, значит, сидите дома. И хочу сказать, родители правильно ли делают, что тащат вместе с собой детей. Ты как думаешь? Ну, в данный момент я против полета. Я тоже против. Я говорю, ты не боишься за ребенка? Я говорю, то что? Мы же на юг летим. Я говорю, ну и что? Юг, юга, ну ты летишь, может быть, с больным человеком. Да, у него температура может не быть, есть же как-то больные, бессимптомные. Ну, у нас тоже в планах юг. Ну, не в этом году. В следующем, да. Уже даже знаем куда. Ну, на 90%. Единственное, что если не будет опасности, опять-таки на вирус, потому что я не рискну. Я улечу туда с мужем, да, и привезем сюда ребенку гадости, и у меня бжилые родители. Поэтому навряд ли, если будет заболевание. Что, Саманта, ты хочешь суп? Да. Да? Хочу. А, она хочет суп. Небеспечность для родителей, которые везут детей на юг. Там же, допустим, на море все купаются не метра друг от друга, не полтора метра друг от друга, а рядом с друг другом. Лежаки лежат, вернее, лежаки стоят не по полтора метра, а рядом с друг другом. В общем, ваше мнение, хотелось бы услышать. Да, я, допустим, хотела бы услышать ваше мнение. Мне просто интересно. Ну, а теперь продолжим обедать. Подруга у меня сказала, что я просто в шоке. Ну, а всем приятного аппетита, кто завтракает, кто обедает, возможно, кто-то полудничает, и вообще, девочки, а, возможно, даже и мальчики, полудничаете ли вы? Я, допустим, не полудничаю, не попадаю, хорошо бы пообедать, но поужинаем, да, ужином всегда, но смотря во сколько получается этот ужин. Ну, а на этом все. Пока-пока. Попрощаемся с вами за обедом, потому что мы уходим на работу после обеда. Бегом-бегом-бегом. Попрощаемся с вами за обедом.